36,5 миллионов рублей будет выделено из краевого бюджета на ремонт крыши Хабаровского краевого музыкального академического театра. Ее плачевное состояние стало причиной отмены премьерного показа спектакля, который должен был завершить сезон. Теме культуры было посвящено заседание Президиума правительства края. Исполняющая обязанности министра культуры Хабаровского края Марина Лоскутникова начала свой доклад с проблемы. Закрытие сезона в краевом академическом музыкальном театре в минувшую субботу было сорвано из-за дырявой крыши. На ее ремонт требуется 36,5 миллионов рублей. В Рио губернатора Дмитрий Демешин, в свою очередь, подчеркнул, это недопустимо. Конечно, мы его делать будем. Я прошу мою позицию Минфин учесть. Потому что стыдно, когда вы не можете на сцене проводить мероприятия, когда люди, которые приходят в наш краевой музыкальный театр, фотографируют там все эти капающие потолки. Марина Лоскутникова сменила на посту Юрия Ермошкина, который на днях ушел в отставку. Глава региона в целом дал его работе положительную оценку. Однако, по его словам, в сфере культуры сложилась нездоровая обстановка. Поэтому у нового министра будет много работы. Я еще как прокурор, замучился эти жалобы, рассматривать ваших деятелей культуры друг на друга и на вас заодно, на министерство. Поэтому как сделать, чтобы люди понимали и были вашими союзниками, а не так, чтобы они писали, что давайте там всех уволим и слава богу, что там Ермошкин ушел. Марина Лоскутникова также сообщила, что в отдаленных районах многие площадки домов культуры до сих пор недостаточно, оснащены в техническом плане. Из-за этого в них невозможно привезти трупы с гастролями. Кроме того, литераторы, которые в рамках форума писателей Хабаровского края ездят по региону, не всегда могут добраться до глубинки. Элементарно нет машин. Несмотря на высокую востребованность музейных и библиотечных выездных мероприятий, возможность наших учреждений ограничена. Это обусловлено сложностью логистики и, конечно же, высоким износом автотранспорта краевых учреждений. Помимо этого, многие сельские дома культуры в плохом состоянии и не видели ремонта много лет. Дмитрий Демешин считает, что отчасти эту проблему можно решить с помощью перераспределения средств. Во время проведения крупных культурных событий большие деньги из бюджета уходят на аренду коммерческих площадок. Он предложил использовать для этого смежные учреждения, а сэкономленные средства направить на развитие инфраструктуры в районах. Арина Содотенкова, телеканал «Губерния».